В этом сезоне мы перезагрузим новые города. Заново откроем удивительные острова. Ну здравствуй! Как тебя зовут-то хоть? Это будет самый неожиданный сезон. Я буду жениться! Не пропустите! Странное ощущение! Как не вовремя, у меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Это же покер-матч, здесь победитель получает все. А вот и фулл-хаус от Настюшки, другое дело. Всем привет! Мы прилетели перезагружать в Африкий. Господи, Евсей, ты меня когда-нибудь так убьешь своей просто рукой, своей экспрессией. Я доволен. Я тоже довольна, потому что я обожаю, когда есть пальмы, белый песочек, вообще знаешь, я в раю. Вот так, да. Настя, а ты, случайно, ничего не забыла? Ты что, по карманам моим лазил? Надо быть повнимательней со своими вещами. Ну вот, Евсеюшка, а ты меня останавливал, я же в правильном направлении шла к богатству, так сказать. Да, all inclusive, unlimited. Давай. Да что ж это такое? Это справедливость называется. Нет! Называется дедовщина. Где-то в Индийском океане вырос крохотный остров Маврикий. Его одеялом укрыли тропические леса. А люди прозвали раем на земле. Мои сто долларов быстро превратились в почти три с половиной тысячи местных рупий. Когда прилетаешь на тропический курорт, нет вопросов, куда ехать. Конечно же, на пляж. Один из лучших пляжей мира находится на Маврикии. Называется он Блю Бэй и, к моему счастью, еще и находится не так уж и далеко от аэропорта. Но странная штука. Вот и аэропорт, а вот пляж. Но, чтобы сюда доехать, нужно сменить целых два автобуса. Для бюджетного туриста крюк порядочный. Сначала на девятом автобусе нужно доехать в город Майбург, потом пересесть на следующий, сорок шестой автобус. Прекрасно. Пока дома жуткий холод, на Маврикии лето в самом разгаре. Так что глупо прятаться от солнца. Вот интересно, я уеду куда-нибудь, если сяду в кабриолет? Боже мой, да, конечно, уеду. Кабриолет – это прямо солярий на колесах. Можно загорать, не выходя из машины. Автобус индийский. Природа очень похожа на индийские тропики. Вокруг меня сидят индусы, но в отличие от Индии, все чистые, одеты с иголочки, пахнет прекрасно. Две трети населения Маврикии – индийцы. Почему так? Сначала Маврикий был необитаем, потом принадлежал французам, голландцам. Последними были англичане. Они привозили сюда рабов из Индии работать на сахарных и чайных плантациях. Когда рабство отменили, индийцы решили остаться на Маврикии. Так что, если вы давно хотели побывать в Индии, но вам было страшно, как-то не по себе, то приезжайте на Маврикии. Здесь вам и индийская культура, и пляжи, и, в общем, вы на экзотическом острове только в безопасности. Это индийская музыка? Я аж по Индии заскучал. Ну, так, немножечко. Говорят, что Бог сначала создал Маврикии, а потом по его подобию рай. Чтобы удостовериться в этом, нужно взглянуть на остров оттуда. Только оттуда можно увидеть самое удивительное чудо Маврикии – подводный водопад. Да-да, я сама в шоке. Водопад под водой. И вот мой воздушный транспорт – гидроплан. Боже, вы только посмотрите, какой он очаровательный. Как будто в кино. Класс! Гидроплан – это самолет, который стартует не со взлетно-посадочной полосы, а прямо с воды. О-о-о-о! Найс! Анастасия. Людовик. Найс, видишь. Если я отключусь, и ты не сможешь меня разбудить, ты выключаешь, на меня смотри, выключаешь, достаешь и тянешь. Хорошо? Класс, мне уже нравится начало моего путешествия. Хорошо, можем лететь. Когда первый раз смотришь на Маврикии сверху, хочется бросить свой серый промозглый город и уехать на этот остров вечного лета. На верхушках гор покрывало из густых зеленых лесов. Белая кайма роскошных пляжей – и все это посреди теплого Индийского океана. Когда твой восторгом метр уже зашкаливает, появляется он. Это просто что-то невероятное. Кажется, что потоки воды срываются вниз, будто водопад. На самом деле это удивительная оптическая иллюзия. Просто там глубокое ущелье, а песок и кораллы создали такой рисунок, что кажется, будто вода движется вниз. Я тем временем приехал в Майбург. Отсюда следующий автобус привезет меня прямо к пляжу Блю Бэй. Ух ты, а вот и Блю Бэй. Теперь я понимаю, почему эта бухта так называется. Цвет воды просто нереальный. Ну, привет, Индийский океан. Ребят, поверить не могу. Это не какое-нибудь море. Я сейчас купаюсь в самом настоящем Индийском океане. Причем, на одном из лучших пляжей мира. Кажется, у меня лучшая работа на свете. Считается, что лагуна Блю Бэй – одно из самых крутых мест для снорклинга. Ну, если честно, с подводными красотами тут не густо. Пару каких-то камней и изредка встречаются черно-белые рыбки-сержанты. Чтобы увидеть красивые кораллы и стаи разноцветных рыбок, нужно заплыть поглубже. Гораздо глубже. Вот сюда. Но тогда это будет мой последний сюжет. Так что просто буду наслаждаться теплой водичкой. Да, здесь есть все для идеального отдыха. Ну, почти все. Вот сейчас еще сыграю в покер на покер-матч. И будет абсолютный набор удовольствий. И помни, победитель получает все. Маврики – уникальное место. Тут красиво и на земле, и в воздухе, и под водой. Все для дорогого туриста. На Маврикии можно арендовать даже частную подводную лодку за 1200 долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое классное ощущение на самом деле, как будто я попала просто реально в какое-то кино. И мы сейчас поедем просто в какую-то экспедицию или совершать какую-то операцию. Операцию. Ох ты же елки-палки. А здесь прохладненько. И тесноватос. Вообще, если присмотреться, такое ощущение, что эта лодка больше из стекла, чем из какого-то любого другого материала. Ну, то есть, у меня такое ощущение, что он реально в стакане каком-то. Но прикольно. Но стекло не простое, а толщиной 8 сантиметров. Чтобы его не раздавило на глубине. Блин, я в подводной лодке, вообще понимаете? Подводная лодка. Лодка, которая под водой. Я тоже решил поискать, чем бы интересным заняться. Оказалось, что все развлечения очень дорогие. Флайборд – 135 долларов. Барасейлинг – 70 долларов. Прогулка по дну океана – 58 долларов. Ее я и выбрал. Цена, конечно, адская. Но когда еще будет такая возможность? Это и стоит больше половины моего бюджета. Господи, где я буду спать? Надеюсь, оно того стоит. Я только что заплатил две тысячи рупий за подводную прогулку. Она еще не началась, но я об этом уже ни капли не жалею. Потому что посмотрите, как тут красиво. Вот мы и на месте высадки. Тут на туриста вешают пояс со специальными свинцовыми грузами. И дают тяжеленный железный шлем, похожий на старинный фонарь. 40 килограмм. Ребята, он весит, как Настя. Ну, земля, прием. Как слышно? Ой, мы на дно погрузились. Вот мы погрузились на 45 метров и всего за каких-то 20-30 секунд. Вот мы остановились и очень давит на голову сразу, уши сразу закладываем. Чувствуется давление. Ну, земля, прием. В воде тяжеленный шлем становится невесомым. По трубке в него подается воздух и можно дышать так же, как и на поверхности. Очень странные ощущения. Волосы сухие, лицо тоже. Скоро про шлем вообще забываешь. Начинается чудо. Вокруг римки, кораллы и вода. Я не знаю, это поразительно. Подлодка проплывает мимо затонувшего корабля. Со всех сторон на тебя смотрят черепахи и всякие рыбки. Реально царство рыб. Боже, тут даже есть рыбки размером с ноготом. Клево. И вот она понимает, что вот мы люди при воде на подводной лодке. Настя, посмотри, сколько у меня рыбок. Сотни! Они тыкаются прямо в стекло шлема. А если прихватить с собой кусочек хлеба, так от стаи рыбешек вообще отбоя не будет. Евсей, а шампанского в своем шлеме ты можешь выпить? Один-один. В общем, друзья, до дна я пила, а вот на дне еще не пила. Люблю свою работу за то, что можно, так сказать, открывать новые грани и границы. Спасибо за этот прекрасный, очаровательный, подводный момент. Ребята, это было просто космически. Совсем не жалею, что потратил на эту прогулку целых 58 долларов. Маврийский курорт для богачей. Здесь отели не как в Турции, когда в огромном корпусе живет тысяча туристов. Здесь отели. Это несколько уютных вилл. Они стоят среди пальм прямо на берегу океана. Я выбрала виллу в отеле «Люкс Бель Маре». На входе сразу же дают освежающее полотенце. Угощаю бокалом шампанского. Вообще, конечно, выглядит тут все очень, знаете, масштабненько. И мне это нравится. Друзья, чтобы вам было понятно, это мой личный батлер. Кто это такой? В общем, человек, который достанет мне все, что угодно и когда угодно. Окей. Здорово. И очень все просто. Светло. Модно. То, что нужно. Пожить на такой вилле один уикенд стоит, приготовьтесь, пять тысяч девятьсот долларов. Каждый раз, когда я вижу какую-нибудь клевую ванну, которая выходит с видом там на город, я думаю, вот, я буду в пене пить шампанское, принимать эту ванну и думать, какая там отличная. И что в итоге, чем заканчивать? Я без одних ног или после какой-нибудь гулянки просто прихожу в номер и, как говорится, видели Настю? Нет, не видели. Класс. Ну классно же. Реально такой маленький личный персональный рай. Все, что нужно, все есть. Нравится мне все это. Маврики прекрасен для отдыха. Не все же время работать, иногда и отдыхать нужно. Сыграть в покер на покер-матч, например. В покер я могу играть в любой точке мира. Как и вы. Отдыхайте и получайте удовольствие. На Маврикия цены на еду плюс-минус как у нас. Если, конечно, ходить не в туристические рестораны, а в кафешки для местных. А здесь можно поесть? Да. А здесь местная еда? Да. Осьминогов любишь? Осьминог? Звучит отлично. С лапшой. Что из себя представляет маврикийская кухня, не имею ни малейшего понятия. Но с помощью моего нового друга я немножко разобрался и выбрал кое-что интересное. Спасибо. Выглядит классно. А это осьминог с чем? Со специями. Выглядит, честно говоря, поразительно. Лапшу вижу, а вот что из этих цветных кусочков сверху – осьминог? Непонятно. А что тут за специи? Я ничего не понимаю. Горчица, куркума, вода, масло, чеснок, лук. И чили. Тут намешаны рецепты китайской, индийской, французской кухни. Да, почти каждой. Отличный принцип маврикийской кухни. Добавьте немного от каждой живущей здесь культуры и все будут довольны. Честно говоря, вкус осьминога практически не чувствуется, он очень сильно пропитан соусом. И основной вкус – это, пожалуй, горчица, чеснок и немножко вот этих осьминожьих волокон. Специй столько, что через пару минут во рту начинается пожар. Но у местных есть способ, как его потушить. Мятная конфета. Слушайте, а это реально отличная идея – глушить остроту мятной конфеткой. Спасибо, друг. Это работает. Могу позволить себе закончить этот прекрасный день в дорогом ресторане «Бамбу». Можно как обычный турист сидеть в зале и слушать шум тарелок. А можно заплатить 800 долларов и сидеть за приватным столиком и слушать шум океана. За эти деньги вы получаете закуску из креветки с головой самой креветки. Елки-палки. С перцем будьте поосторожнее, он прям такой направлен на победу над вашим горлом. Основное блюдо – стейк и лобстер в одной тарелке. Честно признаться, мясо вообще ни разу не шедевральное. Лобстер в данном отношении будет вкуснее. А если станет скучно, можно доплатить еще 600 долларов и прямо на пляже тебе устроят зажигательные креольские танцы. Креолы – люди смешанных кровей. На Маврикии нормально, когда у тебя один дедушка из Англии, второй из Индии, бабушка из Африки, а прабабушка вообще из Голландии. В их танцах – горячая смесь из испанского фламенко, африканских ритмов и индийской пластики. Этот креольский танец называется Сега. С Сегу танцевали еще рабы. После тяжелого дня на плантациях им хотелось праздника. Они надевали лучшие костюмы и танцевали. Класс! Это было абсолютно офигенно. И знаете, по-моему, это идеальное приложение к десерту. Ах да, кстати, десерт. Хотя, с другой стороны, даже если он будет самым невкусным на планете после такого, он точно будет самым запоминающимся. И все! За сегодняшний день я умудрился потратить больше 60 баксов, а на завтра у меня расписан каждый цент на проезд, еду и развлечения. Это значит, что приличное жилье мне не по карману. Ночевать на пляже не хочется. Песок мокрый, куча противных водорослей. Стоп! По-моему, у меня появилась идея. Надеюсь, меня там никто не заметит. Ну, спокойной ночи. Главное, чтоб дождь не пошел. Клянусь, с понедельника я начну новую жизнь. Размер XS. Аминь. До понедельника еще. Ого, сколько! Спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, пора убираться с чужой лодки. Денег у меня осталось примерно 30 долларов, но чтобы посмотреть две местных достопримечательности хватит. Так что отправляюсь на западную часть острова. Смотреть на семицветные пески Шамарель и каскад из семи водопадов Дамарин. Прекрасное время я выбрала для того, чтобы прилететь на Маврикии. Потому что сейчас как раз сезон, когда приплывают кашалоты и на них можно посмотреть. Кашалоты живут на большой глубине. Поэтому нужно выехать туда, где цвет воды меняется со светло-бирюзового на цвет индиго. Теперь нужно заглушить мотор, ждать и вглядываться в эти чернила. Вот он, кашалот! Кашалотище! Купец, реально. Если не знать, что это кашалот, можно смело спутать с подводной лодкой. Клянусь. Блин, вот бы он выплыл. Офигеть! Кашалота не спутаешь ни с одним китом. У него огромная, квадратная, как молот башка, которая занимает треть тела. И 50 огромных зубов, которыми он пожирает гигантских кальмаров. Эти морские чудовища вырастают до 20 метров в длину. Это как вагон метро. А весят как Боинг 737. 60 тонн! Да и вообще, кашалот – какой-то космический зверь. Кашалоты могут нырять на глубину 3000 метров. У них самый большой половой орган в природе – почти 2 метра. А еще кашалот может проглотить человека целиком. Однажды такой зубастый кит проглотил моряка Джеймса Бартли. Его достали из брюха через 16 часов. И что вы думаете? Джеймс остался жив. Жалко, что кашалоты не самые публичные существа и можно увидеть только их в спину. Несмотря на то, что их не видно целиком и полностью, все равно осознавать, что вот он на расстоянии двух метров от тебя – это невероятно. Я приехал к разноцветным пескам Шамарель. Говорят, тут земля всех цветов радуги. Неужели это будет так же красиво, как цветная гора Винникунка, которую мы видели в Перу? Ребят, я ехал сюда в ожидании чуда. Вот знаете, чтобы подойти и просто разорвало сумасшедшей цветовой палитры. А тут, во-первых, это даже не песок. Это нельзя назвать цветными песками, потому что это глина. Глина ржавая. И эти семь оттенков можно рассмотреть. Только если это сфотографировать и выкрутить просто на максимум яркость, насыщенность. А так, классический случай, ожидание, реальность. Ученые, конечно, скажут, что эти пески уникальны, что они образовались на месте извержения вулканов, что разные цвета – это от примесей разных металлов. И что эти цвета почему-то не смешиваются. Давайте будем честными. Едут сюда, на самом деле, ради пары фотографий в соцсети. Что-то вроде галочки. Я здесь был. Олежа, давай. Я здесь был. На Маврикии нет Диснейленда и каких-то там парков развлечений. Тут весь экстрим в океане. Я нашла, куда спустить 135 долларов. Полет на флайборде. Ой, друзья, прекрасный тост, прекрасный день, прекрасная активность. Флайборд – это доска, в которой находятся два водомета. Такой мощности, что могут поднять тебя над водой. Ну, от теории к практике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле она такая мощная, то есть когда она включается, нужно очень-очень хорошо прочувствовать свое тело. Только попытки с 30-й, понимаешь, как это работает. Нужно расставить руки и ни в коем случае не смотреть вниз, а только перед собой. Как они болят. Кто-то вообще это придумал, надо додуматься эту штуку придумать, надо как-то попытаться у нее там это протынкать, это сложно, невероятно сложно. Мне кажется, я уже потеряла все калории. В общем, если вам нравится постоянно биться то спиной, то лицом об воду, эта штука определенно для вас. На 141-м автобусе я приехал на остановку Генриетто. Отсюда начинается маршрут к водопадам Тамарин. Привет! Привет! Чем-то помочь? Я ищу каскад водопадов. Я, кстати, гид. А сколько это стоит? 800 руб из человека. Дорого? Я, наверное, лучше пойду сам. Ты что, самому идти очень опасно. Ты обязательно заблудишься. Я могу скинуть цену до 500 рупий. Ну ладно, договорились. 14,5 долларов – это, конечно, дорого. Но мой гид обещал отвезти меня не просто на смотровую площадку, а прямо на верхушку водопада. Надеюсь, он меня не столкнет оттуда вниз. Знаете, дорога не выглядит, в принципе, очень сложной. То есть здесь может пройти кто угодно. И вот эти услуги гида, на первый взгляд, кажутся разводником. Но, с другой стороны, если этой дороги не знать, заблудиться здесь очень легко. Пробираться приходится сквозь густые заросли по осыпающимся тропинкам. Но в итоге гид приводит на самую макушку водопада. Ребят, смотреть на водопад со стороны или снизу – это совсем не то, что смотреть сверху на то, как течет вода вниз. Ощущения гораздо более крутые. Чтобы немного расслабиться после флайборда, я решила попробовать парасейлинг. На небольшом парашюте тебя тянут на веревке за лодкой. А ты болтаешься себе там наверху и наслаждаешься красотой. Честно говоря, это стремно. Я не поражутист. Как страшно. Когда ты висишь на небольшой высоте, вот мать. Мать. Я тебя качаю. Просто нереально этот парашют. Пошел вы с тобой стыдите меня вниз. Полет длится каких-то 10 минут. А кажется, целую вечность. Это было просто потрясающе. Нет, это было очень страшно, ребята. Я вам скажу, что у меня был опыт полета на этих всех парашютах, но типа когда ты летишь с инструктором – это гуд. Ибо он контролирует ситуацию, ты просто энджой, да? Наслаждаешься. А здесь тебя мотыляет просто как перышко в каком-то урагане. И помимо того, что ты ходишь такой… О, классная гора! И тебя ветром просто… И ты там с этими руками… Это очень страшно. Если честно, я на самой-самой высоте. Вот насколько меня подняли, я не знаю. Я словила себя на мысль, что если меня сейчас не опустят, я потеряю там сознание и всему… Зачем еще нужен гид? Он тебя заведет на водопад. За водопад. Под водопад. А потом еще и предложит спрыгнуть с водопада. Прыгают, да? Отсюда? Да, вон оттуда. Да ладно вам! Нет, я конечно очень хотел прыгнуть в таком красивом месте, но… Может для кого-то это крутое развлечение, но если бы я приехал сюда сам, я бы в жизни этого не сделал. Я уже, конечно, прыгал с пяти на Лазурном берегу, но и это было нереально страшно. А тут все двенадцать. Что, Леш, надо? Что, прыгать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет, это не вариант. Не, Леш, я не буду. Давай, Исиф. Ты можешь. А, да! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Наверное, самое лучшее место для преодоления своих страхов. Ребят, это без преувеличения был один из самых страшных, но при этом крутых моментов на учебе. Друзья, без лишних слов перейдем сразу к делу. Бутылочка и сто долларов. Клад от Орла и Решки на Маврикии спрятан в городке Пуант-Ок-Каноньер. Возле трассы Б-13 ищите в зарослях поваленный фонарный столб. В нем и лежит бутылка от перезагрузки. Если хочется вечного лета, можно купить билет на Маврикии. Цвет у воды просто нереальный. Чтобы знакомиться с маленькими рыбками. И огромными китами. Блин, вот бы он выплыл. Удивляться природным феноменам. Офигеть. И бороться со своими страхами. Вокруг рыбки, кораллы. Это было очень страшно, ребята. Мне кажется, у меня лучшая работа на свете. Я здесь был. Привет, Евсеюшка. Привет, Настюшка. Какая прекрасная ночь. Милая с тобой. Ну расскажи, как ты? Да как я могу быть? У меня же была золотая карта. Евсей, вот мы стоим сейчас с тобой, посмотри. Позади тебя яхты и частные лодки. Я реально поняла, что этот остров для богачей. Но-но-но. Для богачей не остров. Для богачей то, что на нем построили. А природа, замечательная культура, добрые люди, океан, пляжи, которые, кстати, все до одного общественные. Все это общее и можно посмотреть и попробовать совершенно бесплатно. Думаю, Евсей, ты говоришь, как бедный романтик. А я не бедный романтик? Ладно, сейчас я тебе расскажу, как надо жить. Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Любим, целуем. Пока-пока. Когда у тебя есть деньги, ты можешь все. Ну что, ты бесплатно зайдешь в океан, промочишь ноги, а за деньги ты зайдешь на личную яхту. Я бесплатно зайду в океан. А я зайду на личную яхту. Ну ладно, начинуть можно. Океан, ты понимаешь? Одно слово, океан уже должно вызвать у тебя… Ухууууу.